Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Артём Дупичкин. Итак, сегодня в выпуске. Почему дети идут в лицее Казанского федерального университета? В КФУ с визитом прибыли преподаватели Чехии и Индии. Как лечить узлы щитовидной железы? Опубликован второй основной приказ о зачислении в число студентов программы бакалавриата Казанского федерального университета на бюджетную форму обучения. Напомним, что 3 августа вышел первый приказ, а 29 июля в университет были зачислены целевики, сироты и инвалиды. План приема на бюджет в этом году 5 345 мест, а количество поданных заявлений составляет более 71 тысячи заявлений. Ознакомиться с документом вы можете на главной странице сайта КФУ во вкладке «Приказ о зачислении». Приказ о зачислении на заочную форму обучения выйдет 11 августа, а 15, 22 и 29 на контрактную форму. К другим новостям. В структуре Казанского федерального университета находятся два лицея, куда в этом году было подано 846 заявлений на поступление. Чем особенно IT-лицей и лицей имени Николая Лобачевского, мы расскажем в нашем сюжете. На обучение по образовательным программам основного общего образования в IT-лицее и лицее имени Лобачевского Казанского университета в 2019-2020 году было подано свыше 800 заявлений. Всего в наш лицей поступили 135 человек. Это 6 класс, 3 7 класса и 1 8 класс. Сегодня это наша надежда, будущее лицея на ближайшие 5 лет. И я очень надеюсь, что им будет хорошо у нас, а нам будет хорошо с ними. Лицей являются структурными подразделениями КФУ. Лицей имени Лобачевского находится в составе Казанского университета с 2013 года. IT-лицей был открыт 1 сентября 2012 года по инициативе президента Республики Татарстан Рустаму Меньханова и расположен в деревне Универсиады, лучшем студенческом кампусе России. Обучение в лицеях ведется с 6 класса. Отбор учащихся осуществляется на конкурсной основе. Учащийся IT-лицей КФУ проживает на его территории в течение учебного года. Питание, обучение и проживание здесь бесплатное. Неспроста в лицей КФУ было подано свыше 800 заявлений. Учреждения входят в топ-100 рейтинга лучших школ России в сфере информационных технологий, а также в топ-100 по конкурентноспособности выпускников согласно исследованию рейтингового агентства РАЭКС. Важно отметить, что учащийся именно лицеем Нелобачевского КФУ Ильдар Гайнулин 8 августа стал победителем Международной Олимпиады по информатике, прошедшей в Баку. 9 августа в Казань прибыли преподаватели из Чехии и Индии. Первым делом они отправились в главное здание Казанского федерального университета. Визит состоялся в рамках культурно-образовательной поездки по историческим местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». Прибывшие преподаватели являются участниками 10-го юбилейного фестиваля школьных учителей. Он проходил в Елабужском институте Казанского федерального университета с 5 по 8 августа. Подробности смотрите в следующем сюжете. Казанский университет посетили участники культурно-образовательной поездки по историческим местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». Главным событием, участниками которого стали представители Чехии и Индии, стал 10-й международный фестиваль школьных учителей, завершившийся 7 августа. У меня очень красивые впечатления. Это такой великий университет. Мы сейчас побывали в Елабуге, значит, в одной из составных частей этого Казанского федерального университета, в Елабужском институте. Там я участвовала в фестивале школьных учителей. Это было очень интересно для меня. Мы смогли посещать различные мастер-классы, могли выбрать себе специалистов, с которыми мы хотели работать на этих мастер-классах. Но это было очень-очень приятно для нас. Представители учебных заведений, специализирующиеся на изучении русского языка, приехали в ВУЗ на стажировку. В фестивале очень много для знания. Я познакомился с учителями из разных стран. Я практиковал свой русский язык, но это была практика знания вообще. Это было очень интересно узнать, как в России в Елабуге преподают какой-то предмет, и как в других странах преподаются предметы. И это очень интересно для сравнения. Образовательная и культурная программы для зарубежных гостей информационно насыщены. Участники уже посетили музей ВУЗа и его корпуса. Валерия Амуратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Заболевания щитовидной железы относятся к числу наиболее распространенных недугов. Рост заболеваемости в последние годы специалисты связывают в первую очередь с ухудшающейся экологической ситуацией, особенно в крупных городах. Кроме того, к факторам риска относится недостаток йода в воде и пище, а также повышенный радиационный фон. Все эти негативные явления способствуют возникновению патологических образований, к которым относятся узлы щитовидки. Для лечения таких заболеваний в университетской клинике Казанского федерального университета применяется малоинвазивная методика лечения доброкачественных новообразований щитовидной железы. Об этом наш следующий сюжет. Узловые образования щитовидной железы, пожалуй, самая распространенная патология эндокринной системы на сегодняшний день. Одной из причин формирования узлов является дефицит йода, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Узловые заболевания, это формируется из-за йод, дефицита или каких-то других причин, формируется новообразование в щитовидной железе, в одной из долей или в перешейке щитовидной железы. Соответственно, узлы могут быть разные как по количеству, так и по структуре. Они могут быть гормонально активными, гормонально неактивными, доброкачественными, злокачественными, разными по размерам. И в зависимости от того, какой узел мы выявляем, меняется тактика лечения. Врачи университетской клиники Казанского федерального университета имеют большой опыт лечения и наблюдения пациентов с узлами щитовидной железы. Ими применяется малоинвазивная методика лечения доброкачественных новообразований щитовидной железы через кожную лазерную абляцию. Проведение лазерной инвестиционной термотерапии доброкачественных узлов щитовидной железы происходит следующим образом. Пациент укладывается на операционный стол. Все здесь стерильно. Соответственно, мы при помощи аппарата УЗИ находим этот узел и после этого можно уже приступать к проведению процедуры. Сама процедура занимает буквально несколько минут. Пять в семь. Для проведения процедуры нам нужен лазерный аппарат. Вот он у нас представлен здесь. Сама процедура проводится при помощи световода. Вот такой световод. Он у нас гибкий и, соответственно, проникнуть к узлу щитовидной железы он не может. Для этого мы используем проводник. Проводником служит обычная инъекционная игла. Примерно вот такого формата. То есть мы сперва иглой проникаем в узел щитовидной железы. После этого мы раздеваем туда световод. Получается вот такая конструкция и уже можно начинать процедуру. Она абсолютно безопасна, потому что проводится под контролем аппарата УЗИ и навредить пациенту практически невозможно. Самым главным условием перед проведением процедуры является наличие у пациента результатов данных пункционной биопсии, чтобы узел был доброкачественным. А также размер его не должен превышать 3,5 см. Если узел крупный, 3 см и больше, то необходимо проводить больше одной процедуры. Об этом пациент предупреждается. И мы проводим процедуру с прерывом в 3 месяца. Делаем процедуру. Через 3 месяца контроль на УЗИ. И уже от этого результата отталкиваемся и делаем повторную процедуру. Обычно хватает 2-3 процедур, чтобы практически ликвидировать узел размерами 3-3,5 см. И тем самым мы избавляем человека от необходимости полосной операции на щитовидную железу. Для поддержания здоровья щитовидной железы следует не реже одного раза в год посещать врача-эндокринолога и проходить обследование в профилактических целях. И, конечно же, не бояться болезни. И в случае ее обнаружения как можно скорее принять меры по ее излечению. Лилия Талипова, Виолета Басова, Универньюс. Ну и напоследок о погоде. Как сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета профессор Юрий Переведенцев, ближайшую декаду погода в столице Татарстана будет неустойчивая. Среднесуточные температурные показатели будут ниже нормы на 4-5 градусов. В выходной ожидается небольшой дождь, будет облачно с прояснениями. В субботу днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, ночью плюс 13, а в воскресенье плюс 17 днем и плюс 9 ночью. На этом у меня все. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и узнавайте больше. Всего доброго!